У тебя была достаточно хорошая, высокооплачиваемая работа в Швейцарии. И ты бросаешь всё и приезжаешь в Россию. А если компас потерял... Рамочное пчеловодство было придумано в России. Но немцы это не принимают, они думают, они... Каждый житель обязан сообщить в полицию о том или ином правонарушении. Вот такое очень много есть, но знаешь, в Швейцарии они даже это не чувствуют, они привыкли. В какой-то момент в Европе стало фактически немодным создавать семьи и рожать детей. Корень, корень улетает. И это... Меня в России нравится. Тут больше есть традиционные ценности. Это проект «Мы и они на выезде», и я его автор Мария Шахова. Вы очень много писали нам о переславском мёде и о пчеловоде из Швейцарии. Я просто не могла сюда не приехать. Беньямин! Беньямин! Наконец-то я тебя нашла! Ой, Маша, хашхо пьенесим фридлихют. Ну, не знаю, страшновато. Беньямин Форстер. Швейцария. Оставил профессию маляра и высокий доход в Цюрихе ради пчеловодства под Ярославлем. Здесь он стал бизнесменом, казаком и счастливым семьянином. Жители Переславля-Залесского ласково называют Беньямина «Вений» и обожают ходить к нему в гости на чай с мёдом. Спустя 20 лет после переезда всё так же восторгается русскими праздниками и опасается нашего стиля вождения. Беньямин «Вейцария и Валерий Орбанской» Ты ведь родился и вырос в Швейцарии, и с детства привык видеть такие альпийские склоны. Но при этом ты почему-то считаешь, что именно здесь некая свобода. А что ты имеешь в виду? Я считаю, наверное, тоже Алпы очень красиво, конечно. Но все равно ты всегда как стена перед вид. И твои души тоже как-нибудь ограничены. А тут центральная Россия, такой длинный вид. А я чувствую это даже от души, от людей. Русская душа, она такая укрытая. Такой свободы, такой воли. Такой я в Швейцарии не чувствовал. Насколько я знаю, ты узнал о России от своих соседей, когда еще жил в Швейцарии. Тебе очень понравилась эта русская семья. И ты, собственно, загорелся идеей поехать на их родину, скажем так. То есть сюда, в Россию. Чем тебе так приглянулись эти люди? Мне очень нравилась их компания, Швейцария. Это часто, ну, примерно, если идешь в природу на пикник. Каждый привезет свой и кушает свой. А тут у них просто общий стол, и мой, и твой нет. И вот это мне, наверное, тоже нравилось. Когда ты приехал сюда в 1996 году, ты помнишь свои первые ощущения? Ну, конечно, был немножко в шок. Ну, в шок. Просто, если ты это автомобили видел, это было у нас там… Таше, я такое не помню. Наверное, раньше, чем я родился тоже, такие технологии. Такие старые автомобили, такие хрущевки и все. Немножко странно было на первый склад. Но все равно мне нравились люди, как они укрыты, гостеприимство. Я был зимой, тут такой крепкий мороз. Минус 20 сухой, такие солнце, такие длинные уголки от лод на дерево. Снег хрустит, мне это понравилось. Молодой, перспективный швейцарец. Насколько я понимаю, у тебя была достаточно хорошая, высокооплачиваемая работа в Швейцарии. И ты меняешь все, бросаешь все и приезжаешь в Россию. Ты говоришь, за природой. Но в Швейцарии тоже… Швейцария, скажем так, не обделена природой, давай честно. То есть не совсем понятно, вот почему. Это долгий период. Просто часто в отпуск и всегда больше и больше любился. Ну знаешь, я тоже даю пример. Швейцария – очень красивая природа. Россия, я всегда скажу, еда. Один любит спагетти, третий – пицца, четвертый – какое-нибудь французское блюдо. И оба вкусные, оба природа красивые. Но каждый человек для себя выбирает немножко другое. И мне просто тут в России как-нибудь больше нравится. Я всегда просто шучу тоже. А есть компас потерял и меня не на правильное место привез. Я просто чувствую меня тут… Это уже мой дом. Я чувствую меня как родной тут. В одном из своих интервью ты говорил, что тебе нравятся русские, потому что у нас есть воля. Хотя в твоем родном языке дословного перевода к слову «воля» просто не существует. Расскажи, что ты вкладываешь в это понятие? Что для тебя значит воля? В Швейцарии примерно там практически 70 или 80% людей живет только на аренде жилье или дом. У меня есть тут возможность мой дом, мой участок устроить. И ты уже другой живешь, если это твой, если не арендуешь. У меня больше возможности, моё творчество укроет меня. Я могу с грибами ехать, когда я хочу. В Швейцарии там только там первый до пятый день, сколько килограмм. Я могу рыбачить, где я хочу. Я могу дом строить, как хочу. Не миллионы правил, что можно, что нет. И это всё общее. Я чувствую, у меня больше свободы, воля тут, которая в Швейцарии. Я чувствую, у меня всё время немножко, от всех в сторону немножко. А тут такой нет. Когда ты только приехал сюда, в Россию, ты ощущал вот это особое внимание людей к себе или вот этот вот особенный наш менталитет? Ну, знаешь, когда я в первое время тут был, конечно, был ещё барьер языком. И без языка ты, конечно, много меньше видишь, меньше тонкостей. Ты больше немножко наверх. И потом с языком ты всегда немножко глубже идёшь. Вот так. Ну, конечно, я был эксот. До сих пор немножко эксот. Много людей спрашивают, как там Швейцария. Вот так. Ну, вот это, конечно, есть. Какие чаще всего вопросы задают? Почему переехал? Ну, почему переехал? Первое время тоже всегда был вопрос, какие зарплаты в Швейцарии. Я всегда сказал, ты неправильно вопросы даёшь. Спроши первое, сколько всё стоит, а потом спрашиваешь, какой зарплаты. Тогда немножко, ну, это немножко другое выглядит. Я знаю, что спустя какое-то время после твоего переезда ты решил пойти в казачество. Почему? Казачество больше, можно сказать, меня нашёл. Я просто знакомился с один старик, казак, тут переславил, мы дружились. Потом я был один раз на казачьем фестивале в Москве. И это меня просто всё потрогало, мне это всё понравилось. Какой-нибудь момент, который, ну, без друзей, одну гулял, я даже плакал просто от радости. Я просто чувствовал, я дома, вот это мой. И Таша шашка в руках собрал, и очень быстренько хорошие результаты привёз. Я просто чувствовал, это мой. Я сама из казачьего рода, у меня и по папиной линии, и по маминой линии казаки. Поэтому всё, что ты говоришь, мне очень близко, очень знакомо. И действительно отрадно, что человек приехал с другой страны, и ему стала близка так наша культура. И представляешь, в Швейцарии Таша петь не любил, вообще не любил. А вот эта казачья песня, я начинал петь, чувствовал меня, ну, чувствовал мой голос, и сразу это меня тоже ловило. Ямин, ты знаешь, пока мы готовились к съёмке и стояли на берегу, то заметили, что очень много местных жителей и на машинах, и пешком все подходили к тебе, все с тобой здоровались, махали, желали тебе отличного дня. Ты местная суперзвезда или просто люди настолько душевно привязаны к тебе? Ну, я думал, немножко оба. Можно сказать, город небольшой, конечно, друг друга знаем. И, конечно, с моим ростом я швейцарец, такой единственный. Ну, с этим я тоже активный, я хорошо интегрировал тут, с этим я много-много людей знаю. Подтверждаю, очень много людей тебя знают, но я думаю, что они знают тебя в том числе, потому что ты производишь классный мёд. Самый классный. Самый классный. Я предлагаю поехать к тебе на видовое производство, посмотреть пасеку, ну и вообще расскажешь, как там у тебя, что. Хорошо, посмотрим. Поехали. В Швейцарии ты работал маляром, потом приехал сюда и какое-то время тоже работал в строительной компании, делал отделочные работы. Вот если сравнивать, например, маляров в Швейцарии и в России, насколько я понимаю, в Швейцарии это достаточно престижная работа. Маляр – не самая простая работа в Швейцарии, но нормальная. И все строительные работы или работы, которые ручной делаешь, они ценуются. И я считаю тоже на мировой уровень. Наверное, Швейцария – один из самых первых мест, ну, про качество, про учебу вот этой строительной профессии. Конечно, тут в России маляр есть немножко, ну, не очень хороший имидж. Я часто просто видишь какие-нибудь тетки, которые там кисточки, чего сделают. Примерно в Швейцарии та же маляр и штукатура – это две разные профессии, это не одно и то же. Ну, просто интересно, что рабочие специальности в Швейцарии ценятся достаточно высоко. Это потому, что там мало людей, которые занимаются строительством, ремонтом, еще чем-то? Или это с чем-то другим связано? Как я вижу, тут в России, единственное, что ценуется, это если ты как-нибудь университет, если чего учишь. А все вот это – повар, маляр – это не ценуется. И что я тут вижу, такие профессии больше учатся в теории. Одну знакомую у меня учился повар. И только в школу. А как ты можешь хорошо учиться, готовый, если ты только в теории это? А Швейцария – это такая система, что ты работаешь, ну, строительная, все ручная работа. Ты работаешь в настоящей фирме. Ну, не как раб, тебе нужно учиться. На этом фирме. И один день неделю идешь в школу. И такой микс между теорией и практикой. И я считаю, это очень хорошая система, и за это такой уровень. Но ты знаешь, интересно, что то, как ты живешь здесь, в России, я думаю, отличается от привычного образа, то, как мы, русские, представляем себе жизнь швейцарцев в России. Вот скажи, как быстро тебе удалось изменить свои привычки и привыкнуть, скажем, к определенному образу жизни здесь? Ну, честно сказать, у меня это очень легко было. Потому что, я не знаю, может быть, у меня просто какая-нибудь русская менталитет уже от детства. Ну, конечно, были вещи, которые сложные. Там бюрократия, там Швейцария — это много проще. Если тут имя, как иммигрант, все документы сделали, это лучше долго не думать. Сделал и забыл. Ну, вот так примерно на дорогах, как несколько людей машина водит, это иногда просто, ну, держит на голову. Вот это немножко надо было привыкнуть. А что не так с нашими дорогами? Не дорога, с водителями. Ну, просто справа обгонят или… Ну, вообще только смотреть для себя. И очень, очень часто такие очень опасные ситуации на аварии, которые Швейцария все больше дисциплировали. И, ну, тут нужно четыре глаза. Если Швейцарии две хватит, а тут точно четыре нужно. Я предлагаю пойти посмотреть твое медовое производство и заглянуть, ну, хотя бы одним глазком. Я понимаю, что сейчас уже вечер и непогода, но хотя бы чуть-чуть заглянуть на пасеку. Ну, давай посмотрим, пока свет еще есть. Ты, конечно, очень храбрый. Я в маске, потому что я боюсь, что меня укусит. А ты нет. Твои пчелы стали настолько ручными или что? Да, я просто знаю, какой мирной породы у меня. Вот это Ирина. Это тоже Маша зовут. Как тебя? У меня кашляет с ними. А вот Толик полетел. Нет, Толика уже нет. Они трудные. Все мужские пчелы я уже гонил. У них уже не нужно. За это мужская жизнь уже кончилась у пчелы. Давай вернемся к твоей истории. Да. В 1996 году ты приехал сюда, отдохнул, потом вернулся обратно в Швейцарию и первый раз эмигрировал в 2010. Да. Тогда ты в первый раз занялся пчеловодством. О, смотри, сразу это один труден, один наставился. Вот, я же говорю тебе, Толик там сидел, а ты мне не поверил. И может, алтажа нету. Можешь в руках собрать, если хочешь. Я боюсь. Боишься? Тоже труден. Он добрый. Красавчик. Почему ты вообще решил заняться этим делом? И как развивалась твоя история? Ну, знаешь… Меня тут был… Ты шел вперед, жизни, развод и все. И… Ну, просто… Надо немножко на хорошие мысли прийти. Немножко отвлекать на хорошую сторону. И я начинался с пшеловодства, с русским другом в это время, и это было все, скажем, на русской системе. Я потом сразу понял, ну, это меня не до конца понравилось. И я потом очень много немецкой язычной литературы читал, потому что читаю немецкие говорящие страны, пшеловодство. Они, ну, очень много университетов, пшеловодные институты, и это все соединилось. И они на очень хороший мировой уровень. Я даже сказал, самый вперед в мире. И потом уже начинался по швейцарской системе пшелы держать. И потом улья выросла, и знание выросло, и медленно это хобби привелся на профессию. Мы немножко вышли за границы Улья. Можно мне уже? Да-да, можешь. Ты знаешь, Венемин, для меня действительно большое открытие, что в Швейцарии и Германии настолько сильно развито пчеловодство. Потому что вообще изначально, не знаю, сколько ты знаешь или нет, то вот рамочное пчеловодство было придумано в России. Мы как раз недавно… В Пропокопович. Именно-именно так. Но немцы это не принимают. Они думают, они… Карл Фрисш, они думают первым. На самом? Не, Карл Фрисш, подожди. Фрунт из Пруссии. Фрунт Перлш, да, они думают. Мы недавно как раз сделали еще один формат на канале, называется «Не новости». И вот мы там очень много и подробно рассказали об этой технологии. Но интересно, что американцы, например, считают, что они изобрели эту технологию. А сейчас ты говоришь о том, что мы здесь, в России, отстаем от швейцарских и немецких технологий. Насколько я понимаю, даже порода пчел у тебя вот какая-то нероссийская. Расскажи, в чем мы конкретно отстаем и почему, собственно, так получилось? Ну, знаешь, в советское время я читал было в России на очень хороший уровень мировой. Там такие большие пасеки, которые… Ну, в Швейцарии вообще нет таких пасеки было. А потом сразу конец 80-й год, ну, в России раньше, в 80-й год, пришел новый паразит из Южной Азии – Варуа Клэш. Это такой клэш, который только пчел, который раньше Европы не было. Ну, это сразу как-то Советский Союз… Распросил. Ну, разрух. И пчеловодство из этого Варуа Клэш очень сильно изменилось. А тут сразу был вот этот разрух. Из-за этого Сапад, ну, Швейцария, Германия, Австрия, они… Ну, пчеловодство дальше, а тут немножко стоило на это тоже самое место. В Швейцарии пчеловодство больше, как хобби. Ну, они очень профессионально, что они сделают. Но они свои деньги не с амьодом зарабатывают, они где-нибудь еще работают. А в России… Ну, это Швейцария тоже маленькая. Там четыре половины пчелини семья на квадратный километр. Просто места не хватит. И невозможность. А тут, как тут такие пола, пчеловодов рядом нету. Конечно, рай для пчеловодства – это наш плюс в России. У нас есть место, у нас есть поля. Расскажи, а тебе удается зарабатывать на меде? Знаешь, я не только медом зарабатывал, потому что бывает годы, которые мед мало. И семья нужно кормить. Поэтому мне есть моя школа пчеловодства, которая тоже расход привезет. И я тоже туристы, гост идет на пасы. А ты бы мог создать аналогичную школу, например, в Швейцарии? В Швейцарии, как профессионал-напасничек, у меня было много сложнее. Как уже сказал, место найти, где достаточно медовая, балса, смолая. И в Швейцарии, наверное, не получилось. Я читал в прошлом раз, на весь Швейцарии есть там три или четыре только профессиональные пчеловоды, которые чисто живут из этого. А тут у меня больше возможностей. Тут у меня 5 гектаров, а там свободного места просто нету. Швейцария так маленькая, как и в Ярославской области. Там живет в городе 9 миллионов людей. Один третий час – высокий Алп еще. И четыре половины – пшелиня семья на квадрат километр. И Швейцария – молочная страна. И там много фермеров, много сены, корм для коровы. И косты травы уже примерно раньше, чем ванчик может цвететь. А тут все – порушенная селхозная земля, трава растет иногда выше, чем мой рост. И за это тут много больше потенциал для пчеловода, я читаю. Венемин, ты знаешь, я, если честно, в Переславле впервые. А так как ты здесь уже живешь достаточно долго, расскажи, как тебе вообще город? Ну, меня очень нравится. Маленький провинциальный город, большая история. Александр Невский тут родился. Четыре монастыри, много храмов, красивая природа, плащей озера. Мне нравится. Да, ты знаешь, город ведь, насколько я успела узнать, город имеет не только богатую историю, но при этом входит по сей день в Золотое кольцо России. Соответственно, ежегодно сотни тысяч туристов приезжают сюда, чтобы окунуться в настоящую русскую культуру. Вот, например, среднестатистический русский человек, россиянин, что он знает о Швейцарии? Ну, очень дорогая страна, очень экологически чисто, есть шоколад, сыр, высокие налоги, высокие зарплаты, высокий уровень жизни. Что из этого правда, а что нет? Ну, это всё правда, но, конечно, это мы любим тоже всё немножко увеличивать. Ну, вообще-то это всё правда. Брама, демократы ещё можно сказать, в которой люди не только могут идти на выборы, кто будет президент. Они тоже, ну, могут писать петиции, если чего не нравится. Если на Швейцарии 100 тысяч подписей, будет правда государственный выбор на этой тематике. Это, наверное, единственная страна на мире, как я знаю, которая прямо осталась демократом. А если говорить о среднестатистическом швейцарце, что он знает о России? Ну, конечно, тут СМИ очень большой ролл играет. Редко кто был в России. И, к сожалению, там очень много негатив идёт. Я считаю, ну, общая, очень негативная картинка у Швейцарции. Я считаю, были примерно хорошие такие мероприятия, как Олимпия в Сочи или как чемпионат футбол-мир. Потому что фанат идёт сюда, который обычно никогда в России видел. А я думал, все пришли домой с позитивными эмоциями, сказали, там живёт хорошие, добрые люди. И это не всё так, как там телевизор вам скажет. Мой отец был несколько раз тут в России. Ему очень нравится. Он был на мой сватпо, на сватпо у друга он был. И он очень удивился. Сватпо тут много, больше веселый, чем в Швейцарии. И в Швейцарии всегда только один день, а в России стандарт 2 дня праздничать. Это как минимум, а то ещё и… Минимум. Ещё молчишни там, ваня там перед этим. Да-да. То есть ты знаешь, если ты познакомился с русским, и если ты ему понравился, то он тебя достаточно просто пригласит к себе в дом, посадит за стол, накормит, напоит. Насколько я понимаю, в Швейцарии это очень сложно представить. Да, вот это, вот это такое есть. А тут в России тоже могу звонить и сказать, что через полчаса я буду. И очень часто, если он не занят, это нормально. В Швейцарии правда, ну, очень близкие люди только. И потом там месяц вперёд почти официальное совление, ну, это переборщ. Ну, конечно, всё очень долго организуется, и всё это… Швейцарец вот этим дело немножко сложнее, можно сказать. Швейцария тоже, они вообще не спонтанны. Они очень хорошо умеют планировку сделать, пирот планировать, вот такие вещи, они вообще не спонтанны. А в России обратно они обычно не так хорошую планировку делают, и больше всё спонтанно. И, ну, это всё с менталитетом касается. Бенгемин, ты знаешь, мы в России очень любим шумные вечеринки. У нас даже есть такое выражение «ах, гулять-то гулять». И мне кажется, что для немцев и швейцарцев эта концепция не очень понятна. Вот, по крайней мере, моя подруга вышла замуж за швейцарца, и она говорит, что нет разницы вообще просто посидеть в кафе с другом, свадьбы, похороны – всё одинаково скучное. Это так вообще или нет? Швейцарцы вообще умеют веселиться? Ну, тенденции правильные, но всё равно это немножко увеличивают, но на общее швейцарцы меньше эмоциональные, всё немножко потихо идёт. Русский характер всегда больше любит, больше обидится, больше драться, всё немножко больше экстремально, а швейцарцы – они всё немножко размерные, вот такой точно есть. Ну, всё равно есть тоже веселая компания швейцарская. И знаешь, что тоже мне очень удивился? В Швейцарии это не видишься на свадпе, ну, компания, они вместе песни поют. Такое не видишь. А в России часто на такой празднике один начинает петь, и все знают эти песни, и вместе поешь, поют эти песни. И это тоже даёт такое чувство, такое общество, такое сиденье, меня это очень нравится. В Швейцарии это, к сожалению, такое нет. Здравствуйте! Добрый день! А расскажите, пожалуйста, что вы делаете? Популяризирую прядение льна, показываю, что прядение живое, что лён живой. А на Руси всегда говорили, что не только тот, кто мёдом питается, а ещё и кто лён одет, проживёт сто лет. Ой, какая вы замечательная! И что интересно, в Швейцарии тоже самая технология. Ну, как я знаю, там больше из баран сделаются. Баллон не знаю, но примерно мой отец тоже есть. Ну, очень похожий такой дома. Ещё один интересный момент, что Швейцария, прям, по-моему, даже в Конституции прописано, что Швейцария является полицейским государством. То есть каждый житель обязан сообщить в полицию о том или ином правонарушении. Это правда вообще или нет? Ну, просто у Швейцарии такой менталитет. Там законы есть, там очень строго смотрится, это все держит. Например, у меня один знакомый, он сидел в ресторанте и немножко выпил с друзьями в своей компании. И потом он съел машиной домой, и один из этих компаний звонил полиции и сказал, сейчас ловите ему, присылаешь. Ну, конечно, нехорошо пьяные ездят, но с другом такое дело, это тоже нельзя, я читаю. У меня подруга, о которой я тебе рассказывала, которая вышла замуж за швейцарца, поехала в салон красоты, записаться в салон красоты. Она подъехала, зашла, ее записали, но оставила машину около салона на дороге на аварийке. И когда села обратно в машину, эти же люди из салона красоты, которые записывали ее, они же позвонили в полицию и сказали, что она стояла в неположенном месте, ей выпустили штраф. Ну, что касается дороги и парковки, вот эта Швейцария там очень строгая. Там правда часто соседи в своем деле, какие-то случаи. Вот это я могу больше проверить. Такое часто встречаешь. А как вообще сами швейцарцы относятся к тому, что у них во всем такие жесткие правила? То есть нельзя там шашлык просто так пожарить, нужно согласовать со всеми соседями, правильно я понимаю? Чтобы дыма не было? Ну, это тоже не до конца правда. Просто Швейцария большинство живет на аренде, не на свой дом. А если там такой дом, в котором дым, может быть там администрация просто пишет, шашлык шарит нелся или… Ну, часто скажем правда, а не полностью. И вот такое очень много есть. Но знаешь, Швейцария, они даже это не чувствуют. Они привыкли. Совесты там нелся, тут, там нужно вставление паст, там нужно, как это, с рыбалкой какой-нибудь патент получить. Они так привыкли. А можешь выделить вообще какие-то яркие, отличительные черты между русским и швейцарцем? Смотри, Швейцария, что очень интересно тоже, это страна в мире, в которой считал самую много страховки. Медицинская страховка обязательно. Каждый дом страховал тоже от государства, от пожара, от воды. Потом каждый швейцарец, они страховали свои вещи дома. Если дом горит, все трусы, компьютер, все страховал. Если велосипеды украсть, вот такая страховка. Потом каждый швейцарец есть страховка. Ну, если, я не знаю, в Китае какой-нибудь мяч, он летает к тебе, машина сломает, эта страховка – это плата, если ты чего сломаешь. Потом есть, ну, не всех, но много есть юридической страховки, если тебе нужно адвокат платить. И такие страховки просто миллионы. И они как-то чувствуют себя, ну, спасены, или как это, безопасность. Ну, про суд – это ты платишь кучу денег, очень часто эти страховки найдут какой-нибудь не платить. А в России все обратно, страховка практически никакой. А я считаю, есть такая социальная страховка. Если ты хороший человек, я знаю люди, недавно их дом горел, молодой пара. Ну, они такие хорошие люди, кто-нибудь писал, даже телеканал съемка сделал, короткие новости. И после пожара они лучше дом строили, чем был. Понимаешь? И такие случаи часто есть. Если кто-нибудь авария сделал с машины, машина сломалась, друзья просто там тысячи, пятна на возможность копчу, потому что, может быть, в следующий раз – это я. И такая страховка социальная, я читаю, это тоже очень хорошая система. В продолжение наших с тобой сравнений я хочу еще пообсуждать наши страны, но уже более детально. Я буду называть тебе определенную сферу жизни, а ты будешь ставить количество баллов – от 1 до 5. Ты готов? Готов. Бюрократия в России и Швейцарии? Ну, бюрократия, я, наверное, в Швейцарии дал 5 баллов, потому что там правда все сделано, все проще. В России, может быть, я даю 3 баллов, ну или 2. Иногда очень сложно, и ты чувствуешь, иногда специально так сделал, ну, специально сложно. Но все равно в Швейцарии, если там сокрыто, тогда сокрыто. А в России были такие ситуации, нужно какая-нибудь бумажка, там сокрыто, это в Ярославе, не тут. Тебе нужно еще раз, и ты стучишь на дверь, и там слубика спрошу, нет, есть возможно, вот так. И часто они там, ну ладно, печат поставят, и вопрос решено. Вот это плюс тоже есть немножко в России. Бытовые сервисы в России и Швейцарии? Я считаю, в Швейцарии такой менталитет, они практически ничего не сам делают, они всегда мастерс живет, это дорого. Очень часто там даже он не смотрит стиральную машину, он просто выкинет и продает тебе одного, потому что слишком, ну, час работы там очень много стоит. А в России, честно говоря, я практически все сам сделал. Если вещи не умею, звоню в свой ног, поможешь мне тент изменить стиральную машину? Купим там за копейки новый тент, поставим и работать еще пять лет. Это, наверное, мне очень нравится эта система в России. Россия пять, Швейцария, может быть, четыре. Налоги в России и Швейцарии? Ну, это всегда есть два медали, это вопрос. В Швейцарии очень высокие налоги, ну, за этим там тоже все очень красиво, все очень хорошо сделано. Может быть, скажем, вот так три, потому что правда очень большие налоги. В России обратно налоги практически нету, ну, за этим иногда тоже не все везде идеально построили. Я думал, у меня тоже больше походит вот эта русская система, потому что у меня… Я чувствую меньше давления, за тебя нужно такие большие налоги платить. Поэтому я, наверное, в России дал четыре. Образование в России и Швейцарии. Я так понимаю, что у тебя твои дети учатся сейчас в школе в Швейцарии, и твой младший сын Савва, он пойдет в школу уже здесь, в России. Может быть, ты можешь сравнить вот это школьное образование? Ну, честно сказать, в России я очень глубоко не знаю, как с системой работать. Я позже слушаю от друзей, которые дети в школе, или супруга, как это у него было. Конечно, школьный программ в Швейцарии, я читаю, очень хороший. Там очень хороший, но там тоже есть свой минус, потому что вся вот эта толерантность и все это там тоже учится, и мне это не нравится. И тут в России пока не решился с сыном. Он пока три половины. И мы думаем про домашнюю учебу ему учиться, но это уже финал не решился. Я считаю, это хороший систем. Если хорошая школа есть, то тоже просто не надо забыть социальные контакты, все равно нужно. И там нужно тоже, это тоже важная часть. Если дети только дома, это не хватит. Раз уж мы затронули тему твоей семьи, я предлагаю чуть больше поговорить о личном. Ты не против? Давай. Сейчас ты женат второй раз, и насколько я понимаю, ребенок Савва как раз-таки твой младший сын, он будет получать, скорее всего, образование здесь, в России. И расскажи, какие ты видишь для себя плюсы воспитания и образования ребенка именно в нашей стране? Я считаю, тут в России православная страна. Ну, конечно, не все верующие, но с моим кругом, друзья, есть много верующих, которые в Швейцарии, я думал, там много сложнее такой круг верующих, люди найти. И дети всегда смотрят, что взросли делают. Это как примеры. Ты познакомился со своей женой на православном сайте знакомств. А как ты знакомился с женщинами в Швейцарии? Я, скажем, не такой... Ну, всегда не было так просто меня с женщиной знакомиться, общаться. Я очень укрытый человек, но с девушкой мне немножко сложно было, может быть, потому что мой рост, может быть, не очень стандартный. И, ну, не так просто. Есть много... Много девушки на внешний вид смотрят. Красиво, некрасиво. Деньги или мало денег. А я считаю, должен быть, смотри, внутренний человек. Какая душа, какой характер. Это много больше важнее. Чем отличаются девушки в России и Швейцарии? Ну, они отличаются. Девушки в Швейцарии, они немножко... Как можно сказать? Немножко меньше... Меньше модно, они... Ну, меньше смотрятся, они красиво. А в России девушки немножко больше смотрятся, они аттрактивны, красивы. Вот эта разница. И... Ну, менталитет совсем другой. В Швейцарии... Я вижу тоже... Эмансипация большая. И я... Ну, меня не очень нравится вот эта эмансипация. Если женщина немножко себе, как мужчина, живет это... Мне сложно с такими общаться. А это вот, как ты говоришь, эмансипация, она проявляется и в семье тоже. Ну, условно, мужчина и женщина поженились и делят все счета пополам? Или в какой-то момент эта ситуация меняется? Я знаю много пары или супругов, которые в Швейцарии там что-то делятся. Каждый свой счет, свои деньги зарабатывают. Но я такое не понимаю. Потому что для моего понимания, семья — это должно быть одной однице. И там нет мой или твой. У нас... Моей семьи такой нету. Если у нас... Ну, мы деньги зарабатываем, а требуется, что семья нужна, не что я нужна, или что супруга нужна. Мы не решаем, что семья — хорошо. Не каждый как индивидуум. Мне кажется, что в какой-то момент... Ну, если это не так, то ты меня поправь. Что в какой-то момент в Европе стало фактически немодным создавать семьи и рожать детей. Это так или нет? Да. Такая тенденция есть. Я думал, СМИ кто-то... Ну, большой роль играет с вот этим. И... Я считаю, это... Ну, с очень плохой стороны идет. И... И очень много... В Швейцарии там... Мужчина тоже начинает... Совет как женщина, юбку одевает. И... Все их роли потеряны. И... Это... Это просто... Ну, корень. Корень улетает. И... Это... Меня в России нравится. Тут больше есть... Традиционные ценности. Примерно моя семья... Мы знаем, каждый есть свой ролл. Каждый знает свое место. Это не... Не значит там, Мужчина там с кнутом... Семья правит. Это... Все надо с любовью. Ну, каждый есть свое место. И знает, что чего. И... Ну... Мы живем... Хороший вот так. Твой быт в России Достаточно сильно отличается От быта в Швейцарии. Если взять, например, Роль женщины. В Швейцарии девушки на первое место Ставят работу и карьеру. А потом уже домашние дела. У тебя в семье происходит все немного по-другому. Расскажи, почему и чем, в чем все-таки Отличается этот быт. Там правда Швейцария. Там карьер. Вот это очень большой роль играет. И... Та же женщина очень большой возраст Уже начинает семья делать, Когда они уже там чуть-чуть до 40 лет. Ну, потому что карьер хотят. Они больше эгоисты. Смотрят себя. Хотят отпуск. А дети тоже деньги стоят. Дети будут шествовать сложнее. Но я вижу, это не только минус. Семья. Я... Меня тоже очень много дает радость. Если я вижу, как сын растет. Если видишь, как он там первый раз На велосипед катается примерно. Это такая радость, которая... Никакой карьер или никакой отпуск тебе дает. Вот это... Меня семейная жизнь намного важнее и лучше, Чем какой-нибудь карьер или крутой машина. Я семейный человек. У меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты готов? Готов. Три главных качества русской души. Доброту. Храбрость. И творчество. Если они чего делают, они... Ну, сто процент делают. Сто процент любят. Сто процент обидят. Сто процент дружат. Сто процент драться. Праздничать немножко тогда. Правильно праздничать. Вот такие экстремы, можно сказать. Это немножко русская менталитет. Три вещи в России, к которым ты никак не можешь привыкнуть. Бюрократия. Как ведение на дорогу. Несколько водителей. И третье. Наверное, какая-то точность. Если там с чем-то говоришь в одно время. Опасность. Вот это... Ну, если меня осталось от Швейцария. Там все про минуту. Это иногда немножко сложно. Но я уже чуть-чуть привыкнул. Но все равно иногда думал. Блин, почему он не мог ходить там, если мы 14. Говорится, зачем мне нужно там час, штат примерно. Что русскому нужно для счастья? Я думаю, близкие люди рядом. Творчество. И сладкий мед от Вениамин. Спасибо тебе большое за то, что ты провел эти дни с нами. Спасибо тебе за то, что показал город своими глазами. Ну и, конечно же, несмотря на то, что мы очень активно сравнивали две наших страны, я думаю, важно все-таки помнить, что хорошо там, где мы есть. Тебя спасибо. Было очень интересно с тобой, с твоим профессионалом командой. И за вы немножко меня, я думал, с позитивной, помнил ты. Спасибо. Немножко органический мед, кремовый от меня. Ну, команда большая, за это немножко бабуши. Спасибо большое. Мы мед искали, мед нашли. Хорошо. А это проект «Мы и они на выезде» и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. Конечно же, подписывайтесь на нашу группу ВК и телеграм-канал. Ведь все, что не вошло в основной выпуск, теперь будет там. Субтитры сделал DimaTorzok